О драме. Сценка. Два друга, мировой судья Полуэхтов и полковник генерального штаба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах. «Я читал Тена, Лесинга. Да мало ли чего я читал!» — говорил Полуэхтов, угощая своего друга Кахетинским. «Молодость провел я среди артистов, сам пописывал и многое понимаю. Знаешь, я не художник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье, сердце есть. Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини. Сразу пойму, ежели что-нибудь эткое, фокус какой-нибудь. «Да ты чего ж не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет». «Я уж наелся, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно. Сильно пала». «Конечно!» «Да ты посуди, Филя. Нынешний драматург и актер стараются, как бы это попонятнее для тебя выразиться, стараются быть жизненными, реальными. На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни. А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, эффект. Жизнь тебе и так уж надоела, ты к ней пригляделся, привык. Тебе нужно такое, эткое, чтобы все твои нервы повыдергало, внутренности переворотило. Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом, бил себя кулачищем по груди, орал, сквозь землю проваливался, но зато он был экспрессивен. И в словах его была экспрессия. Он говорил о долге, о гуманности, о свободе. В каждом действии ты видел самоотвержение, подвиги человеколюбия, страдания, бешеную страсть. А теперь? Теперь, видишь ли, нам нужна жизненность. Глядишь на сцену и видишь. И видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какую-нибудь. Шпажинский или какой-нибудь там невежен считают этого паршивца героем. А я бы, ей-богу досадно, попадись он мне в мою камеру, взял бы его прохвоста, да знаешь, по сто девятнадцатой статье, по внутреннему убеждению, месяца этак на три, на четыре. Послышался звонок. Полуэхтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел. В комнату вошел маленький краснощекий гимназист в шинели и с ранцем на спине. Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуэхтову письмо. «Кланялась вам дяденька-мамаша», сказал он, «и велела передать вам это письмо». Полуэхтов распечатал конверт, надел очки, громко просопел и принялся за чтение. «Сейчас, душенька!» сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. «Пойдем». «Извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку». Полуэхтов взял гимназиста за руку и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять. Мольбы скоро сменились визгом, а за визгом последовал душу, раздирающий рев. «Дяденька, я не буду!» услышал полковник. «Голубчик, я не буду!» «Ай-яй-яй!» «Гродненький, не буду!» Странные звуки продолжались минуты две. За сим все смолкло, дверь отворилась и в комнату вошел Полуэхтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдание, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери. «Что это у тебя сейчас было?» спросил Финтифлеев. «Да вот сестра просил в письме посечь мальчишку. Двойку из греческого получил». «А ты чем порешь?» «Ремнем, самое лучшее!» «Ну так вот, на чем я остановился?» Прежде бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь. Сердце твое работает, кипит! Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки, видишь, одним словом, прекрасное и... Веришь ли, я плакал. Бывало, сижу и плачу, как дурак. «Чего ты, Петя, плачешь?» спрашивает бывал жена. «А я и сам не знаю, от чего я плачу. На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающе. Да, откровенно говоря, кого не трогает искусство? Кого оно не облагороживает? Кому, как не искусству, мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки? У меня вот слезы на глазах. Это хорошие слезы, и не стыжусь я их. Выпьем, брат, да процветают искусство и гуманность!» «Выпьем! Дай Бог, чтобы наши дети так умели чувствовать, как мы чувствуем». Приятели выпили и заговорили о Шекспире. которые играют, ко мне вот, «Амур», теперь своими действиями впереди. Продолжение следует...